А сейчас я полностью присоединяюсь к Михаилу Савельевичу и хочу отметить, пожалуйста, что когда я также попыталась найти какую-либо информацию, с чем я столкнулась, мы имеем огромное количество сайтов, информация на которых основывается не на мнении экспертов, не на мнении доказательной медицины. И замечательно, что уже в нашем информационном пространстве появились рекомендации на основании доказательной базы, поэтому те пожелания, которые я хочу транслировать от нас, от онкологов для пациентского сообщества, пожалуйста, пользуйтесь ресурсами, основанными на мнении экспертов и доказательной медицины. Второе мнение эксперта-врача-онколога, оно приветствуется в сложных ситуациях, но помните, что в ряде случаев поиск второго мнения может занять время и крайне важного для начала своевременного лечения. И участие в клиническом исследовании – это возможность получить современное инновационное лечение задолго до его регистрации на территории Российской Федерации. Так получилось, что да, препарат должен пройти первую, вторую, третью фазу, затем, возможно, это расширенный доступ, пока препарат будет зарегистрирован, и мы получим регистрационное удостоверение, на основании которого уже препарат попадет в клинические рекомендации и затем в клинико-статистические группы. Но, к сожалению, также участие в клинических исследованиях, как и получение самого инновационного препарата, зарегистрированного на территории Российской Федерации, не гарантирует того, что в ряде случаев опухоль может не ответить на проводимое лечение. Тот вопрос, с которым мы сталкиваемся – да, какая у меня стадия, и в ряде случаев пациенты могут получить заключение, где может быть аббревиатура ТНМ, где Т – это тумор, размер или распространенность первичной опухоли, Н, соответственно, это узел. При этом речь идет о регионарных лимфатических узлах в пределах органа, а также М – это аббревиатуры, свидетельствующие о наличии или отсутствии отдаленных метастазов. По большому счету, если задуматься, то за агрессивность заболевания отвечает не сама опухоль. Мы, онкологи, прекрасно понимаем, что бывают маленькие опухоли, но злые, но большие и добрые. И здесь определяется в ряде случаев сама биология. И когда пациенты сообщают, у меня четвертая стадия, все пропало, в ряде случаев бывают такие четвертые стадии, которые протекают менее агрессивно, чем заболевания с аббревиатурой более ранних стадий. То есть, по большому счету, первая, вторая стадия – это опухоль ограничена органом и, возможно, регионарными лимфатическими узлами, а при четвертой стадии есть предстроительство опухоли в других органах и тканях. Еще вопрос, который мы, клинические онкологи, сталкиваемся на приемах – какой у меня прогноз. И опять-таки, все достаточно индивидуально. Хотелось бы подчеркнуть, что сама по себе четвертая стадия не определяет прогноз. На прогноз влияет биология опухоли, период удвоения опухоли. Он может от нескольких месяцев до десятилетий, пациент никогда не доживет до удаленных метастазов. И очень много других показателей, в которых ориентируется сам доктор, и значимость имеет наличие мутации, и выраженность тех или иных симптомов. Но, опять-таки, хочу сказать, что действительно, как ни странно, ведь есть и на ведущих национальных центрах большое количество информационных ресурсов для пациентов. У пациентских сообществ достаточно большое количество информационных ресурсов. Тем не менее, когда мы входим в поисковик, этого в нашем пространстве мы не видим. Надеюсь, со временем мы исправимся, и мы будем получать новую информацию. Опять-таки, тот вопрос, с каким мы сталкиваемся, что пациенты говорят, а вот как вы относитесь к диете, не то что к диете, а голоданию. Потому что, ведь, по сути, кормить пациента мы однозначно кормим опухоль. Но мы этого того, мы сами не понимаем, что организм – это своего рода биологический компьютер. Если он будет не получать белок, он перестроится и будет получать, условно говоря, белок из мышечной ткани, и разовьется саркопения, а следом за ней и кахексия. И риск здоровья пациента будет представлять в этом случае не опухоль, не ее последствия, а именно истощение. И тут уже это самый важный фактор, который влияет на продолжительность жизни пациента. Поэтому обращается особое внимание. Мы должны влиять не только на микрокосмос опухоли, современным противоопухольным лечением. Мы должны огромное значение уделять макрокосмосу организма. Здесь и возраст. Мы уже сегодня прослушали, что возраст не является противопоказанием лечения, а самое важное – правильное, полноценное питание. И вопрос вот еще, когда нужно проводить нутритивную поддержку, мы этому мало уделяем внимания. А оказалось, что она, пациенты нуждаются на всех этапах лечения. И если даже посмотреть, проанализировать, то оказалось, что недостаточность белка влияет и на прогноз жизни. А полноценное дополнительное нутритивное питание влияет не только на питание пациента, но и на метаболизм, происходящий в организме. И в конечном итоге, если задуматься, это влияет и на безрецидивную, и общую выживаемость. Это влияет и на снижение частоты инфекционных осложнений, на частоту, на снижение лейкой нитропинии. Кроме того, пациенты, которые получают нутритивную поддержку, у них лучшие показатели. Вот если даже это посмотреть, особенно выражено с опухолями головы и шеи, с опухолями пациента, с опухолями желудка, с опухолями пищевода. Там, где у нас есть даже самый банальный фактор дефицита питания. Но тут опять-таки есть замечательные рекомендации Эспан, где указывается, что да, пациента нужно обязательно кормить и до операции, и после операции. Как это влияет на снижение всех жизненно важных показателей, и на токсичность проводимого лечения, и на хирургические осложнения. И вот еще что, на что еще обращают внимание, что пациенты, которые получают нутритивную поддержку, у них реже развиваются и тяжелые лучевые мукозиты. И вот в целом применение сиппинга, вот эта нутритивная поддержка, получение питания через рот, это способствует и улучшению качества жизни. А самое важное, и рекомендуется, отражается и на выживаемости. И самое важное, что применение для зондового питания, на что мы обращаем внимание, обычной пищи, гомонизированной в блендере, не рекомендуется. Витамины В, вот часто мы сталкиваемся, когда у пациентов развивается периферическое поле нейропатия. Да, особо доказательной базы нет, но мы рекомендуем препараты группы В. Пациенты приходят и говорят, Татьяна Юрьевна, а мы смотрели регистрационное удостоверение, а вы читали, что там написано? Так вот, мы специально, наши коллеги проанализировали, посмотрели ту доказательную базу. И думаю, что секция, которая будет посвящена на белых ночах, мы будем говорить с пациентами на основании доказательной базы. То, что вот говорил Михаил Савельевич, мы постараемся говорить, вот именно показывать ту доказательную базу, которая сейчас есть. Так вот, прием витаминов группы В не влияет на заболеваемость онкологическими новообразованиями и, соответственно, не влияет на общую выживаемость. Витамины группы В и профилактика рака. Опять-таки, мы можем получить совершенно разные данные, но что очень важно, на самом деле, если задуматься, то в настоящий момент есть данные, что у пациентов с колоректальным раком при концентрации активной формы витамина Д в сыворотке крови более 20 нанограмм на миллилитр снижается риск заболеть колоректальным раком. Но, опять-таки, это всего лишь те результаты, которые у нас есть. Более того, получение витаминов группы Д снижает вероятность заболеть инфекционными заболеваниями. Но это все требует, эти результаты были получены на основании ретроспективного анализа, проспективной анализы, чтобы нам получить банальное снижение на несколько процентов в обоих рукавах, мы должны включать порядка нескольких тысяч пациентов. Сейчас вряд ли, наверное, какая-то фармакологическая компания заинтересована в продвижении витаминов группы Д, извините, тем более это неизвестно, на самом деле, это витамин ли это, либо это что-то другое, потому что тут надо еще глубоко изучать. Эффективность нетрадиционной медицины. У нас не так много исследований, которые могли бы нам показать то, что риск смерти, например, исследование исключения более 280 пациентов, пациенты с различными заболеваниями, рак молочной железы, рак предстательной железы, рак легкого колоректального рака, Те пациенты, которые выбирали нетрадиционную медицину вместо официальной, они отказывались от традиционной медицины. Посмотрите, как расходились кривые. Прикол о ректальном раке – это нижний график, аббревиатура КРР, вот написано, я просто сократила. Посмотрите, верхняя кривая – это те пациенты, которые получали официальное лечение на официальной медицине. И нижняя кривая – это те пациенты, которые отказывались от официальной медицины и предпочитали любые другие нетрадиционные методы. Опять-таки, это не рандомизированные исследования, я думаю, ни один этический комитет это не позволит. И наши пациенты прекрасно понимают, что жизнь, она скоротечна и определена каким-то определенным промежутком времени. И нужно сделать все возможное, чтобы по любому заболеванию, которое возникало у человека, он получал самое эффективное лечение, основанное на нетрадиционной медицине. И опять-таки, мы очень часто получаем информацию, основанную на сказаниях. Вот, пациент получал вот такой-то вид лечения, и у него очень долго не было метастаз. Забываем мы, например, что раки предстательной железы в ряде случаев… И почему здесь скрининг не работает? Потому что развитие отдаленных метастазов может развиться через много-много лет, и пациент никогда не доживет до отдаленных метастазов. И при раке молочной железы есть такие благоприятные потипы, когда от момента начала заболевания до развития отдаленных метастазов могут проходить десятилетия. Поэтому я всех призываю… И, конечно же, лечение любого человека – это его ответственность. Но эту ответственность должен разделять пациент вместе с врачом. Поэтому мы вот к тому призываем, к нашим партнерским отношениям между пациентом и между врачом. И нам нужно ответственность эту разделять. И тогда, если ответственность будет разделяться, мы получим достаточно лучшие результаты, которые бы у нас могли быть. И самое важное, знаете, что я еще хочу сказать? Что надо помнить, что любые нетрадиционные методы лечения – это те же самые химические вещества. И эти химические вещества могут влиять на ряд ферментов, посредством которого метаболизируются жизненно важные препараты. А препараты, необходимые человеку. Это могут быть и больному, как противоопухолевые препараты, так и препараты, направленные на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, свертываемости системы. Поэтому, пожалуйста, если мне говорят, Татьяна Юрьевна, это всего лишь трава, то трава основана, опять-таки, на химических элементах. Мы все состоим из химических элементов, и они друг с другом взаимодействуют. Поэтому, пожалуйста, не совершайте над собой экспериментов. Это может стоить жизни. И мы разработали ряд временных рекомендаций по совладанию со стрессом в условиях пандемии. Самое важное, что хотелось бы отметить, знаете, пока я готовилась к этой статье, оказалось, что банальная физическая нагрузка у больных раком молочной железы во время лечения, до лечения и после лечения в течение двух лет было доказано увеличивать общую и безрецидивную выживаемость. Еще Гиппократ говорил, если бы человек ел столько, сколько нужно, и двигался столько, столько нужно, многих вопросов мы могли бы избежать. Поэтому, влияя на микроорганизм опухоли с помощью самых современных препаратов, мы должны помнить, что 150 минут активных физических упражнений в неделю может повлиять и на снижение показателей общей безрецидивной выживаемости. Действительно, есть информационные ресурсы. Очень жалко, что эти информационные ресурсы не выходят строкой в поисковиках, потому что эта информация основана на доказательной базе. Но самое важное, я, наверное, хочу сказать, что даже в состоянии повышенной готовности в отношении пандемии у онкологического пациента в условиях пандемии есть преимущество перед условно здоровым человеком. Это опыт совладания с чрезвычайным эмоциональным напряжением, вызванной ситуацией неопределенности. У пациентов есть уже навык преодоления тревоги с беспокойством в связи с заболеванием. У пациентов есть навык активного действия ситуации угрозы. Угрозу надо признать, угрозу надо отреагировать, и не надо бояться этой реакции. Такая же реакция должна быть у любого человека и у врачей. Мы должны признать эту угрозу, отреагировать на нее и жить дальше. И вот у пациентов, у онкологических пациентов, есть навык ответственного отношения к своему здоровью. И тех, кому трудно с этим справляться самостоятельно, мы приглашаем, конечно же, на прием к психологу, потому что каждый из нас сильнее, и мы сильнее, когда мы вместе. И все зависит от того, какими глазами мы смотрим на одни и те же вещи. Потому что жизнь прекрасна, у нас это самое ценное, что у нас есть. Давайте ее беречь, и беречь ее все вместе, разделяя ответственность друг с другом.